Добрый день, друзья! Приготовьтесь погрузиться в мир пышных и нежных угощений, которые станут идеальным дополнением к вашему чаепитию или завтраку. Сегодня готовим самые вкусные и ароматные дрожжевые пончики. Рецепт, как обычно, самый простой, а ингредиенты доступные. В миску выливаем по 150 миллилитров теплого молока и воды, добавляем 50 граммов сахара и 30 граммов свежих дрожжей. Если будете готовить тесто на сухих дрожжах, то кладите их в три раза меньше, то есть 10 граммов. Перемешиваем венчиком до однородности. Дрожжи должны полностью раствориться. Далее добавляем несколько ложек просеянной муки и доводим опару до консистенции сметаны. Муку берем из общего, указанного в рецепте количества. Если останутся мучные комочки, ничего страшного, накрываем опару тонким полотенцем и оставляем так примерно на 20-30 минут. Опара должна хорошо увеличиться в объеме, стать пенистой с большим количеством пузырьков на поверхности. Осаживаем ее, интенсивно перемешивая венчиком и добавляем одно яйцо, щепотку ванилина, чайную ложку соли и примерно 20 миллилитров растительного масла без запаха. А еще 20 миллилитров масла нам понадобится в конце замешивания. Перемешиваем все ингредиенты до однородности и начинаем постепенно вводить просеянную муку. Всего нужно 560-580 граммов муки. Ее количество может немного разниться. Зависит это и от качества самой муки и от размера яйца, поэтому я рекомендую высыпать ее в тесто частями. Когда вмешали большую часть муки, то есть у вас осталось совсем немного, буквально 20-30 граммов, переходим на рабочую поверхность. Припыляем ее оставшейся мукой, тесто также присыпаем мукой и продолжаем вымешивать еще несколько минут. Как видите, тесто уже не липнет к рукам и значит пришло время добавить оставшееся растительное масло. Вымешиваем тесто еще в течение 4-5 минут до гладкости и эластичности. В итоге тесто должно получиться у вас мягким, нежным и не забитым мукой. Округляем его, кладем в смазанную маслом миску и ставим на подъем примерно на полтора часа. Чтобы тесто не заветривалось, его необходимо накрыть. Я накрываю пакетом и тонким полотенцем, но пакетом накрываем не в контакт, а оставляем пустоты, чтобы тесто продолжало дышать. Тесто должно увеличиться в 2,5-3 раза. Посмотрите, какое оно пористое и воздушное. Работать с ним одно удовольствие. Обминаем и перекладываем на рабочую поверхность припыленную мукой. И теперь нам необходимо раскатать тесто в большой пласт. И здесь самое главное, не раскатывайте тонко. Оставляем толщину 1 сантиметр, можно даже чуть больше. Если раскатаете тесто тонко, у вас пончики получатся мягкими, нежными, но не такими пышными, как вам хотелось бы. Берем стакан или вырубку диаметром 6,5-7 сантиметров. Горлышко стакана обсыпаем мукой, чтобы он не прилипал к тесту и вырезаем кружочки. Остатки теста собираем вместе, вымешиваем до однородности, раскатываем и вырезаем очередную партию заготовок. Жарить пончики сразу не рекомендую, лучше дать им еще 20 минут расстояться при комнатной температуре, чтобы они стали еще более воздушными и пышными. Конечно же, накрываем их пакетом, чтобы тесто не заветривалось. В сковороде разогреваем достаточное количество растительного масла, умеренно его нагреваем, не до сизого дымка, чтобы ваши пончики сразу не сгорели. И выкладываем наши пышные заготовки из теста. Обжариваем их с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета, на огне чуть ниже среднего. Выкладываем пончики на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Из данного количества ингредиентов получается 36 пончиков, но поверьте мне, этого немного. Съедаются они еще быстрее, чем жарятся. Даем им слегка остыть до приятно теплого состояния и посыпаем сверху сахарной пудрой. А еще можно полить глазурью или начинить любимой начинкой. Друзья, это очень вкусно, нежно, пышно. Готовьте и наслаждайтесь их восхитительным вкусом. Буду рада, если вам понравился рецепт, и вы поставите лайк или напишите какой-нибудь комментарий. Ваша поддержка и обратная связь для меня бесценны. С любовью, Евгения и Кулинарный канал. Это просто! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...